Всем привет, мы записываем наш новый подкаст. Меня зовут Николай Балицкий, со мной Сергей Горбаченко. Привет, Серега. Привет, ребята, привет. Саша Пузик, привет, Саня. Привет. Саня, ты в кофте, тебе холодно, ты замерз. Да, честно, с утра холодно у нас. У тебя там нет? У нас нет. Ну, очень странно выглядеть, один в кофте, другой в шапке. Зима, зима продолжается. Слушай, темой нашего сегодняшнего подкаста станет натурализация. Хорошо это или плохо? Есть мысли разные, да, у людей. И вот мне как считается, да, натурализация это не есть хорошо. Почему? Я это озвучу позже. Есть кому натурализация нравится, например, считает, что это окей тема. Это вопрос. А, это вопрос, Бакс? Ну, давай, Саша, отвечай первый, я тебя послушаю. Ну, лично я считаю, что, да, натурализация для решения какой-то локальной задачи – это неплохо. Да, можно сутками говорить о том, что мы таким образом убиваем таланты, мы не даем им прогрессировать, мы не даем им время. Но вот конкретный пример Морайса, когда зарождалась эта идея, он был адекватный и нормальный. То есть, вот у нас не было центрального нападающего уровня Морайса, его натурализовали. Да, как показала практика, из-за коронавируса, из-за других причин силы там Яремчука и так далее, это не совсем оправдалось. Но для решения локальной задачи, а вот именно конкретно это вот под Евро 2020, его натурализовали, это, я считаю, вполне нормальная история. Вот, в двух словах. Если вот брать на примере Морайса, например. Ну, в принципе, я с Сашей соглашусь, как ни странно. У меня похожее мнение на этот счет. Действительно, я думаю, что в целом мне идея вообще натурализации, и когда футболисты играют за другие сборные, да, мы сейчас обсудим эти все моменты, когда мы сейчас можем найти там, да, бразильцы играли, наверное, уже во всех европейских странах. Ну, не во всех, но в очень многих, да, сейчас это обсудим. Мне эта ситуация вся не нравится. Но если действительно мы говорим о решении какой-то локальной задачи и о привлечении легионера действительно высокого уровня, да, который на своей позиции объективно лучший, да, как вот, допустим, с тем же Марлосом, да, когда принимал гражданство, но надо говорить о том, что, ну, он в своей позиции был лучшим в чемпионате Украины, и это, знаешь, это не тот футболист, который, во-первых, где-то создаст конкуренцию, он над, это во-первых, а во-вторых, он не молодой, и это говорит о том, что он не будет закрывать вот дорогу там каким-то будущим молодым игрокам, которые могут у нас появиться, да, потому что он принял 28-29 лет, да, то есть это люди, которые пришли буквально вот один-два форума, да, Евро, там, чемпионат мира, попытаться со сборной туда попасть, получится отлично, не получится, спасибо, пожали руки и уехали в Бразилию. А, давайте подойдем к вопросу о натурализации, немножко с другой стороны, и, как мне кажется, что такое национальная сборная, да, страны, что это, для чего она нужна, и что она может, не знаю, доказать своими победами, или, там, не доказать своими победами, то есть, что это, зачем, ну, вот, давайте на такой вопрос ответим. Если это показать, какой уровень футбола в стране, какие воспитанники, какие люди играют в, да, в футбол, это одна история. Если нам надо сделать коротковременное достижение, выиграть чемпионат Европой, например, да, то тоже, почему, зачем, что она даст, не своими людьми. Да, но тут же дело в том, что мы натурализуем не 7 человек, не 5, это точечное, конкретно из-за наших проблем. Не было форварда, но пришлось обратиться к Морайсу и воспользоваться его услугами. Да, слава богу, что потом... А что даст? Футбол его вытесняет. Даст решение проблемы с составом и, возможно, решение задач на турнире. Вот и все. Смотри, в любом случае достижение результата даже, да, грубо говоря, если это будет вообще там 11 человек, другой страны, ну, я против, я сразу говорю, я против этого, но это имиджевая история, да, это в любом случае сборная, страна, чемпионат, они сразу получают определенный статус и на определенный уровень выходят. Мы сейчас, я думаю, затронем тему чемпионов мира, французов, где французов, наверное, коренных не так-то и много. И я думаю, они как бы по этому поводу абсолютно не парятся, что там коренных французов немного. Они счастливы, что они чемпионы мира и, как бы, наверное... И мало кто об этом вспоминает. Да, и, наверное, это самое важное. Давайте... Еще момент, сейчас секунду. Секунду. Если, допустим, клубы, да, когда приглашают легионеров и сборная тоже приглашают легионеров. Вот так вот клубы, когда приглашают легионеров, мы понимаем, что футбольные клубы, ну, в нормальных странах, раз так, это все же бизнес, люди на этом зарабатывают, да. В Украине люди на этом не зарабатывают и вряд ли там в ближайшие 10-20 лет будут зарабатывать на футболе. Но в Европе, в нормальных странах, это бизнес. И, конечно, это как завод, фирма. Они могут приглашать легионеров из других стран, из других компаний, так сказать, да, клубов. Если мы говорим про национальную сборную, да, то национальная сборная – это не международная компания, это не завод какой-то, да. Сборная – это национальная. Она призвана для чего был, создавался турнир изначально, да, чтобы показать, какие таланты у тебя есть в стране, которые собраны из разных клубов, да, которые на территории твоей страны. Люди, которые себя, есть такое наукоринское условие, отутожную, да, то есть со страной, да. Потому что если мы говорим, да, про натурализацию, как, например, мы берем легионера, да, тогда почему бы FIFA не упростить так права? И, допустим, Ермоленко, да, который играет в Англии, ну, я сейчас пример, да, говорю, он же там считается легионером, его тоже можно привлекать. Тогда бы он играл образно за сборную Англии. Я немножко закручиваю, да, и не до конца рассказываю этот момент. Но суть национальной сборной, она теряется с приходом легионеров, как по системе клубов. Франция – это немножко другая история, потому что французы, они выращивают футболистов. Да, да, да. Там большое количество эмигрантов, и там все-таки, ну, это не совсем правильно говорить о том, что африканские футболисты – это все равно французы, которые выросли, да, там, и родились во Франции, просто у них корни, там, родители – это из Африки, понятно. Но смотри, подожди, я хочу сразу тебе парировать на твою эту реплику. Получение гражданства, во-первых, это не такая простая процедура. И условно ты говоришь, ну, могут клубы приглашать, могут сборные приглашать. Мы ведь понимаем, что для того, чтобы за сборную Украины играть, это надо минимум пять лет прожить в Украине, там не должны быть перерывы. То есть там есть жесткие условия. И это как раз ограничивает тот момент, когда условный, да, шахтер покупает, например, ТТ, да, молодой, перспективный бразилец, но он никак не может, ни при каких условиях сейчас играть в сборную Украины при всем большом желании обеих сторон. В любом случае, он либо же сейчас дойдет до определенного уровня и будет продан шахтерам за большие деньги в другой клуб и, возможно, он будет играть в сборной Бразилии, либо же, если он не потянет и он там останется в шахтере и будет там до 25-6 лет играть в шахтере, и при этом он будет в Украине объективно лучше, и он уже проживет там 6 лет, я не знаю, и он скажет, да, я хочу за сборную Украины поиграть. Ну тогда, ну почему нет в этом вопрос? Тут же сложно представить ситуацию, когда вот, как ты говоришь, там все будут играть неукраинцы. Ну, такое просто вряд ли возможно даже. И опять же, здесь необходимо как раз акцентировать на том, что мы говорим о людях, вот как Саша отметил, позиции, где проблемные. Это первое. Второе, когда люди объективно лучше на своей позиции. То есть сейчас мы перейдем к основной теме, обсудим, вот по моему мнению, да, Исмейли лучший левый защитник УПЛ. И сейчас этот затронем момент. Ну вот, например, есть Алан Патрик, который тоже, в принципе, подпадает, я так подозреваю по всем там параметрам и может принять украинское гражданство. Здесь я как бы не вижу большой необходимости, потому что как раз в центре полузащиты он не выделяется, ну то есть у нас здесь Малиновский, Зинченко, к чему там Патрик. Ну, это не тот футболист, который уровнем выше имеющихся основных игроков, поэтому зачем он нужен здесь? Ну, логика такая у меня. Ну, Патрик, кстати, может ли не подходит, потому что в 16-м году он в Фламенго в аренде, там был полсезона. Ну, у него аренд было много, да, но там надо изучать этот вопрос. Ну, да, да. Ну, кстати, еще важно понимать, что натурализация это же не гарантия места в составе, правда? И кто знает, заиграл бы Еремчук на таком уровне в сборной, если бы не конкуренция с тем же Морайесом, да? Тут еще важно понимать, что натурализация это не крест на своем футболисте. Ну, главная задача... Ну, понятно, что... Ну, главная задача не может показать, как в стране воспитывают футболистов, выращивают, да? Поэтому... Да, от этого никто не отказывает. Мемент с Францией, как бы, он... То, что мы с Сережей, да, уже говорили, он не совсем правильно, потому что там они с детства играют, им предоставляют потом выбор. Ты можешь играть за сборную Алжира, например, или за сборную Франции, да, если мы говорим о Зидане, например. Ну, и о других звездах сборной Франции. Там всего на пальцах одной руки можно посчитать количество французов вообще, ну, в списке заявки на матч. А, хорошо, давайте будем переходить, потому что это такой спорный момент, хорошо это или плохо, и такие, как я, есть, и они считают, что там должны играть в сборной Украины, играть только украинцы. Напомню, что даже вот кто не помнит, какое-то время назад еще, когда стоял вопрос давать Марлосу гражданство или не давать, еще очень-очень давно, когда велись разговоры, Артем Кровец, нападающий сборной Украины, рассказывал, почему легионерам не стоит привлекать в сборную, и его мысль похожа с Мэй, потому что украинец это все же наш близкий. Но есть нюансы, такие как во Франции, например. Давайте поговорим про натурализацию, как она сыграла. Саша уже начал затронул тему Мараеса, хорошо или плохо, ну и у нас еще есть такой футболист, как Марлос, да? Давайте отценив склад Марлоса и Мараеса в сборную Украины. Ну давай я скажу, по факту сейчас получилась ситуация, что действительно Мараес, он как бы второй форвард, да, после Еремчука, и на момент принятия гражданства казалось, что он очень нужен. Сейчас по факту получается, что как бы паспорт у него есть, поэтому его привлекают, но он особой роли это не играет, он там выходит на замену и каких-то матчах не особо, да, там решающих и важных, поэтому, ну, наверное, с Мараесом тут получилась история, что большой роли он не играет, да, действительно. Что касается Марлоса, то здесь очевидно, что среди наполя получила исполнителя, которого не было в сборной Украины, давай говорить на чистоту, когда мы, по-моему, играли в Лиге Наций, да, этот турнир, который новый, вот тогда было очень видно, когда в матчах с чехами, со словаками, вот там Марлос себя очень хорошо показал, очень хорошо проявил, особенно с чехами на выезде, когда мы волевую победу одержали, очень сложную, да, и там как раз вот индивидуальное мастерство, когда футболист может придержать мяч, может отдать, оно во многом повлияло на исход матча, что хоть он там и не забивал, по-моему, но он как раз, по-моему, получилось так, что чехи настолько наелись, бегая за тем Марлосом, что они вот уже в конце просто, ну, как бы уже не выдержали, и поэтому нам повезло в том матче выиграть. Поэтому здесь, я думаю, Марлос, хотя, знаешь, сейчас перенесли евро на 21-й год, вот, я хотел, да, об этом сказать, Марлос в последнее время не очень, вот, да, вот этот перенос, перенос для Марлоса может стать фатальным, потому что он заметно сдал, прям, заметно, выиграл за шахтер, да, и это еще год, учитывая его возраст, я очень сомневаюсь, что Марлос будет к тому моменту в хорошей форме. Говорят, что после травмы вроде как вот, ты там, когда у него была, и он никак не может после нее восстановиться, поэтому, уже много времени, и лучше. Возможно, но в таком возрасте, если не восстанавливается сразу, я не знаю, наберет он форму. Давайте сразу же вспомним выбор на евро 2020, с которым успешно справилась наша команда, и роль Марлоса. Кто не помнит, обязательно заходите на YouTube BabyGee, у нас там классное видео по поводу всего отбора нашей сборной на Евро-20-20. Если вспомнить, то Марлос не был заметен в двух матчах с командой Португалии, он плохо был видим и в других поединках. Понятно, что он травму получил в первом матче с Португалией, потому что, ну, так, по крайней мере, Андрей Шевченко уходил от вопросов, отвечая на вопрос мой, почему мы так плохо наблюдали этого футболиста на поле, потому что его не было видно, он растаял. Поэтому роль Марлоса, ну, я бы не сказал, что он такая высокая, значимая и ключевая, потому что в центре хорошо взаимодействовали ребята, это Зинченко, Малиновский, которые просто рвали все, что можно, отдавая пасы на фланг, где играли и Коноплянка играл, и Ярмоленко играл. Можете парировать, конечно, мою цитату чем-нибудь другим. Да легко. Не, ну, Коль, в некоторых матчах Марлос делал разницу, и это невозможно отрицать. Было видно, что он на голову сильнее наших украинцев. И тут момент такой же, как в ситуации с Марайсом. Цыганков, Ярмоленко видят, что Марлос показывает такой уровень футбола, они будут стараться выкладываться еще больше. И в этом ничего плохого нет. Хорошая игра Марлоса в отдельных матчах, это со всех сторон хорошо. И для сборной, и для конкуренции, и так далее. Я вот, да, в последнее время Марлос сдал, но в целом его натурализация это со знаком плюс. Про Марайс так не скажешь, но Марлос однозначно это было хорошее, правильное решение. Лучший игрок чемпионата Украины играет в сборную Украины. В этом нет ничего зазорного. Для меня лучшая натурализация в сборной Украины это Юрий коллективенца. Сейчас вернемся. Подожди, 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 я сейчас хочу еще добавить, ты сказал такую тему интересную, что Марлос не ключевой игрок этой сборной, и я хочу сказать, так это же хорошо, что он не ключевой игрок сборной. И это действительно так и есть, он не ключевой, но он важный, и он важный в отдельно взятых матчах, в отдельно взятых эпизодах. И это здорово, это как раз то, что нужно при натурализации к Евро, к будущему. Вот если он выйдет в одном матче, мы выходим из группы, он сидел на замене, выходит на замену в матче плей-офф, забивает гол, мы проходим дальше, все, можно сказать, что он свою миссию выполнил, и ради вот этого мяча забитого мы и затевали эту натурализацию. Ну, как бы, это точечные моменты, поэтому здесь ничего плохого не вижу. Давай до Юрия Калитвинцева, давай затронем тему все-таки Исмейли. Я недавно писал материал про любимого футболиста своего, я так думаю. Ты так его отстаивал в этом тексте на эспорте, который недавно видел. Да, подожди. Во-первых, я сверху написал, что я плохо отношусь к натурализации сразу. Сразу. Это в кавычках не кидайте у меня камни, я не виноват. Нет, понимаешь, есть субъективное мнение, а есть объективные факторы. И я пытался как раз подать информацию с той точки зрения, что объективно Исмейли это лучший левый защитник чемпионата и на данном конкретном турнире Евро 2020, если он сыграл бы и помог бы в Украине добиться чуть выше результата, чем Украина может добиться, по-моему, это было бы гениально. Ну, есть же Миколенко, понимаешь, на левом фланге. И то, что вот мы вчера даже с тобой, Сережа, обсуждали по телефону, то, что я бы в центре использовал Попова, да, его там не вызывали в период отбора, но и Попов в период отбора не сильно-то сверкал, он чуть позже выбил место. Давай я сразу обозначу о том, что, давай я, может, включу демонстрацию сейчас, секундочку. Да, пока включай, пару слов скажу. Давай. Вот, если говорить о натурализации Измаиля, и возвращаясь к началу нашего разговора, мы говорили о проблемных позициях и натурализации в контексте того, когда у сборной проблемы, тогда имеет смысл обратиться к услугам легионеров. Измаиле, без сомнений, это лучший левый защитник и вполне возможно там в топ-3 войдет легионеров за последние пять лет. И он бы, несомненно, помог сборной. Но в контексте того, что у нас есть Николенко, Соболь и даже там Михаличенко, это палка в двух концах. Так, я не знаю, видно, ребята, скажите, экран? Ну, мне плоховато. Ну, видно. Я тоже за компьютером сижу. Все, отлично. Ну, я к тому, что вот, допустим, статистические цифры, которые показывают, что Измаиле действительно выглядит убедительнее того же Николенко, да? Тут нет сомнений, конечно. Дело в том, что Измаиле, если кто-то не в курсе, кто-то не слышал, он-то получал приглашение от Шевченко, и он сказал, что он не хочет перекрывать дорогу молодым. И здесь очень важно, что Николенко, ну, то есть, естественно, он говорил про Николенко, который выстрелил в сборку. И понятное дело, что он может действовать вместе с Николенко. Я это как раз в статье пытался отобразить, что, во-первых, Николенко может играть центрального защитника. Он играл так и в дубле, и в Динамо, он так использовался. При этом, если же вдруг попробовать схему с пятью защитниками, тогда вообще все складывается. Николенко становится третьим левым центральным защитником, а Исмейли закрывает всю броу. Тоже как вариант. Ну, просто у нас в сборной не использовалась такая схема, но почему нет, если остается год, это, по-моему, классное моделирование на игру с сильными сборными, где надо больше обороняться. Плюс, опять же, Исмейли с его атакующими способностями вполне можно использовать на позиции полузащитника, например, левого, и вместе ставить на один фланг с Миколенко, где они будут идеально друг друга взаимозаменять, когда один из них будет идти в атаку. По-моему, тоже плюс. Ну да, если сравнивать пару Миколенко-Коноплянка и Миколенко-Измейли, то тут и говорить не о чем, конечно. Вот, и понимаете, какая здесь история. Тут же, понятно, есть Соболь, понятно, есть Михаил Ильиченко, но они даже сейчас без Исмейли, да, особо, Михаил Ильиченко даже не вызывается, а Соболь практически не играет в сборной. И говорит, что он им закроет дорогу, но нет, я не говорю о том, что Исмейли надо подтягивать, все-таки человек уже там 30 лет, да, понятно, что он там на долгосрочную какую-то перспективу он не поможет, но именно помочь вот в конкретном турнире Евро 2021 уже, хотел сказать, 2020 чуть не обмолвился. Да, поэтому здесь почему нет, мне кажется, что я уже Коле тоже озвучивал свою мысль, в любом случае надо признавать, что после этого Евро, которое будет у национальной сборной, будет спад, будет спад, потому что скорее всего уйдет Андрей Шевченко, наши лидеры там Коноплянка, Ермоленко, Степаненко, они не молодеют, да, там будут какие-то уже перестановки, какие-то поиски новых вариантов, поэтому на этом Евро, мне кажется, надо всеми возможными силами попытаться, добиться результата, поэтому если мы будем вспоминать Евро 2004, как греки выиграли тот чемпионат, в какой они ужасный и некрасивый футбол играли, то, по-моему, грекам наплевать, потому что они чемпионы Европы 2004 года, этим все сказано, они любой ценой пытались выиграть этот турнир, поэтому здесь тоже, мне кажется, надо приложить максимальное усилие для того, чтобы этот турнир выиграть, ну, а Коля, давай расскажи все-таки про всех футболистов, которые были натурализованы, потому что многие, наверное, особенно молодые, не знают, кто был первым. даже я не помню, кто был первым, я знаю футболиста, ну, точнее, несколько футболистов, которые связаны напрямую с Динамо, и их потом натурализировали, это было во времена, когда тренером Динамо был Валерий Лобановский, это Юрий Калитвинц, это такой вот известный человек, у него там российский паспорт был. Коля, прости, он был вторым, а первым был, эксперт на телеканале футбол. Легенда. Ну, назови, кто вы эксперт? Александр Рейсов? Виктор Леоненко. Виктор Леоненко. Виктор Евгеньевич, да. Потому что там еще есть Слава Шевчук, у него паспорт сразу был. Да, да, да. А кто еще был, Сереж, можешь там напомнить? Я знаю, что Артем Миленко был, это точно. Ну, давай скажем о том, что до там до 2000-х годов натурализация была исключительно русских футболистов, да, с российским паспортом. Это Виктор Леоненко, Юрий Калитвинцев, Сергей Кормильцев, Артем Яшкин, это люди, которые в Динамо играли. Потом был Сергей Серебренников, Алексей Бахарев, Александр Горшков. Ну, и из более нового поколения это вот Александр Алиев, у которого был российский паспорт, ну, Артем Милевский, белорус, который по факту сейчас является самым удачно натурализованным футболистом сборной, потому что на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную. Ни у кого таких цифр и близко нет. Ну, Марко Девич, потом был серб, это уже было интересно, потому что это было как раз вот, это уже было, это был не белорус, да, не из России футболисты. тоже вполне успешно Девич, да? Да, 35 матчей, 7 голов, вполне, вполне. И после этого пошли бразильцы, это Эдмар первым был первооткрывателем, ну, и вот Марлос и Джуниор Марайетс, которые и ныне выступают в национальной сборной. Ну, Эдмар как-то больший украинец среди всех бразильцев, который... Эдмар? Да, Эдмар. Ну, конечно, да, тут можно судить, насколько он украинец, да, он женился на украинке, говорит русском, украинском, детей назвал украинскими именами, то есть тут возможно и да. Но я бы знаю, что еще бы отметил, есть некоторые сборные, где хорошо видно натурализированную, ну, мы знаем, что это натурализированный игрок, в силу каких-то причин игрок выбрал играть за другую сборную, это чаще всего, это касается бразильцев, да, тот же Эдуардо за сборную Хорватии, ПП за Португалию, Диего Коста за Испа. При этом ПП получился так, что его не брали, да, не приглашали в сборную Бразилии, он 18 лет там, по-моему, или в 16 переехал в Португалию из Маритима, 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 по-моему, это так по памяти, правильно, правильно, да, вот, его не вызывали в сборную Бразилии, и Бразилия вспомнила, по-моему, о нем, когда его вызвали уже в Реал, по-моему, где-то так, плюс-минус, но человек выбрал Португалию. Конечно, есть такие нюансы, как в сборной Италии. И завоевал бронзу Евро-2012 и выиграл Евро-2016. Да, есть, конечно, такие варианты, как в Италии, моменты, да, где бразильцы, аргентинцы, они получают паспорт Италии, паспорт Италии, надо, чтобы у тебя был какой-то родственник из Италии, и это делается для тех футболистов, которые играют в серии А, да, мы знаем. Есть варианты в Испании, недавно даже у нас был материал на канале, делал его Сергей, он рассказывал даже про братьев, которые играли в разные сборные, да, за разные, там, самый известный, как по мне, дуэт, это братья, которые играют один за Бразилию, другой за Испанию, оба, по-моему, играли в Барселоне, Сереж, помню, можно помнить. Да, Тиагу Алькантера и Рафиния, да, и они оба играли, по-моему, если я не ошибаюсь, там, на молодежном уровне за Испанию, за Испанию, да, а потом Рафиния уже в взрослом возрасте решил, что он будет играть за Бразилию, ну, и учитывая, что он, ну, скажем так, не звезда мирового масштаба, странный выбор, потому что, ну, в Бразилии, хотя Испания тоже не слабая сборная, скажем так, но за Бразилию у него есть пару матчей, да, кстати, Диего Коста, если вы помните, очень интересная история, потому что его вызвали в сборную Бразилии, и он даже два матча сыграл, по-моему, товарищеский, даже гол забил, тогда еще тренером был Скалари, если я не ошибаюсь, в Бразилии, и после этого, когда он уже, казалось, вот его уже вызывают в сборную, начинают на него рассчитывать, да, и он получает приглашение от сборной Испании и от сборной Бразилии, и у него такой выбор, куда ехать, и он выбирает Испанию, и говорит, что Испания это страна, которая дала ему все в футбольном плане, и после этого, конечно, в него полетело много негатива, ну, он такой своеобразный, конечно, парень, который на мнение других не очень обращается. Вот именно, да, он привык к этому. Да, поэтому тоже интересная история, ну, да, и точно так же мы помним Деку, да, вы тоже не понимаете? Вот Деку, да, португалец-бразилец, да, то есть таких примеров действительно много, и в основном это бразильские игроки, потому что в Бразилии очень много талантливых сильных февраля. Ну, это пример. Маркус Сенна тот же, который чемпионом Европы стал в 2008 году. Тиагомото, да, Тиагомото, да, за сборную Италии, Камаронези и так далее. А, то есть есть примеры, почему натурализация хорошо, да, мы видим, когда приглашают. Как бы тебе это не нравилось. Да, как бы мне это не нравилось, но есть также и другие нюансы. Мы сейчас говорим о патриотизме каком, да, о том, что мы хотим показать миру, как мое мнение, своих футболистов. Ну, и почему не стоит брать Францию, мы еще раз такой пример скажем, потому что Франция когда-то, у них были колонии, сегодня она принимает этих людей. Сейчас просто много, эмигрантов, да, да, и там эти футболисты, они родились, выросли, поэтому конечно тут такой вопрос Месси, да, Месси, который в детстве переехал в Испанию, но играет за сборную Аргентины, видите, потому что человек выбрал родину, а не... Он как-то говорил в комментарии, что никогда даже не думал о том, что выступает за Испанию. Ну, знаешь, сейчас, кстати, есть такая, вот мы про Францию тоже говорили, да, что много африканцев, но сейчас, если посмотреть, то тот же Кулебали, который играет за Сенегал, он-то уже родился во Франции, вырос во Франции, имел французский паспорт, и когда он уже стал взрослым футболистом, он, получается, уже был натурализован Сенегалом, понимаешь, какая история, ну, по факту, получается уже такая история. Тот же Абамьян, у него та же ситуация, он тоже там вырос и полностью считается полноценным французом, но он выбрал играть в сборную Габона. Итак, давайте подведем небольшой, ну, уже итог нашего подкаста, в принципе, хорошо или плохо, ну, натурализация, это плохо или хорошо, давайте оставим на спор и мнение нашим читателям, зрителям. Мы обязательно прикрепим голосование, где оставляйте свой голос и пишите в комментариях. Потому что это очень спорная тема, у нас у всех есть свое мнение, у Сережи, как я понимаю, 50 на 50, раз он... да, если сильный футболист и он действительно принесет пользу, то, конечно, почему нет, но всех тянуть, конечно, не надо. На этом я считаю, что мы можем заканчивать наш подкаст, готовиться к следующим темам для эфиров. Я надеюсь, читателям, зрителям этот подкаст понравится. Также я прошу, чтобы вы не стеснялись, комментируйте и рассказывайте нам, как нам улучшить наши подкасты. Мы еще учимся. Ну, у меня на этом все. Спасибо, ребята, вам. Спасибо. Рад видеть, парни. Конечно, в офисе встретимся уже. Всем здоровья, пока. Пока-пока. Пока-пока.